Девушки отдыхают 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 Лучше быть не может. Думаешь, Джунейту понравится? Если мне понравилось, то ему-то тем более. Я смотрю, ты не переживаешь по поводу Джунейта. Ну, конечно, вы же хорошо общаетесь. Что такое? Ревнуешь, что ли? С чего мне ревновать? Ведь ты моя. Молчи, король. Ну же, в темпе, мы же опоздаем. Джунейт опоздает. Опять он с этой сиротой. Не обращай внимания. Пусть наслаждается последними днями, проведенными с ней. Ну, а мы с тобой... Поразвлечемся. Любимый... Что ты сделал? Я сделал нам завтрак. Словно мы завтракаем у нас в саду. Это ведь моя мечта. Я с своей красивой женушкой в саду нашего дома буду завтракать. С женушкой. Бахар. Эй, Кемаль, не бредь. Кемаль. Это для тебя. Для меня. Пользуйся на здоровье. Кемаль, что ты здесь делаешь? Ничего. Не медли, любимый. Мы же на завтрак должны идти. Ну, и еще машину. Хорошо. В мастерскую возьмем. Да. Я жду внизу. Я скоро. Что ты делаешь, парень? Что ты делаешь? Это телефон звонит? Нет. Сестра. Ты со вчерашнего дня прислушиваешься к телефону. Он тебе что, не звонил? Кто еще не звонил? Она про Кемаля говорит. Не знаю, чем он ее завлек. Доченька, ты сестру с собой не перемешивай. Помимо любви у нее огромное количество обязанностей. Вот как мама. Спасибо. Стой, Кадер. Ты расскажи, как прошли сегодняшние уроки? Нормально. Конечно, у меня не такие успехи, как у тебя, но... Кто такая умная, Бахар? А кто такая никчемная, Кадер? Да, мама? Кадер, мама не это имела в виду. К тому же увидишь, у тебя будут такие же, даже лучшие успехи. Мама, ну не дави ты на нее. А это вся на эмоциях. Я что, свою доченьку не могу покритиковать? Когда ты так делаешь, все становится только хуже. Не делай так, прошу тебя. Ладно, ладно, по рукам. Мам, ты садись, отдохни. Я приберу. К тому же, я слышала, что вчера весь зим был на ногах. Ты же опять заболеешь. Нет, доченька. Со мной все нормально. У меня ничего не болело, я вот это сделала. Да и спать не хотелось. Будешь входить, отнеси. Хотя бы деньги на транспорт будут. Не будешь пешком ходить до магазина. Мамочка. Моя жена у меня ручками баловала. Ты намазалась лаком? Угу. Не подошло, что ли? Нет, очень подошло. Ну, то есть, лучше, чем было раньше? То, что раньше тебе не нравилось? Ты мне всегда и в любом виде нравишься. Для этого не нужно ничего мазать на свои красивые мягкие руки. Ялдес. Что, мама? Джуинейт взял Фариду на завтрак. Ничего отцу не говори, не смей. Хорошо, мама, не скажу. Ой, хорошо, что ты мне сказала это. Отец? Утро снова начинается с газеты? Нужно быть в курсе, доченька. Если ты не будешь знать, что происходит в стране, ты не будешь видеть очевидные вещи. Господин Усман, возьмите. Назира, можешь мне тоже сделать? Да, конечно. А ты? Если сделаешь, я выпью на ЗОЖ. Не надо тебя нагружать, Назира. Скажи Фариде, пусть поможет тебе. Она помогает. Еще как помогает господин Усман. И неважно, попрошу ее об этом или нет. Она очень сильно изматывается. И где она тогда? Ее и на завтраке не было. Ей плохо стало. Да, да, она лежит. Ненадолго. Джу Нейт. Может, пойдем уже? Пока не съем этот Джейм, никуда не пойду. Но это последние договорились. Послушай, мы очень опаздываем. Мне нужно идти. Зухрахатун знает об этом. Она справится. Ты сказал маме Зухре? То есть она знает, что мы здесь один на один? Да, а что в этом такого? Ну, Джу Нейт, ну... Покраснела. Какая же ты у меня стеснительная. Это ведь лучше, чем врать, да? Да, именно так. Давай еще немножечко посидим. Джу Нейт. Нет, давай все же пойдем. Нельзя маму Зухру в неловкое положение ставить. Мне нужно быть там до того, как это заметит господин Усман. Ладно. Пусть будет так, как ты хочешь. Сообщение, что ли, не дошло. Привет, Бират. Садись же. Брат, уступи, пожалуйста. Бират, разве так можно? Не надо, я сяду назад. Нет, что бы. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Садись. Бахар, положи это на место. Бират, разве так можно? Возьми, пожалуйста. Ладно. Я тебя и на остановке видел. Почему там не села? Я конфеты отнесла в свадебный салон. Там уже разве плохо получилось? Я тебя встретила. Как рука твоя, кстати? Нормально, все нормально. Я и так спал, лежал. Мне скучно стало. Говорю, Кемаль, принеси мне ключи. Обратно, я работать буду. Кемаль больше не будет работать? Эм, нет. Он будет работать. На главной станции вакансия появилась. Его туда отправили. Он там будет работать. Да, пусть работает, а то мне грустно было, что он из работы остался. Ты заплатил, любимый? Ну, пошли. Джунейт, надеюсь, никто меня не заметит. Поцелую. Джунейт, что ты делаешь? Сейчас кто-нибудь увидит. Ну все, иди вечером увидимся. Ладно, моя маленькая, договорились. Опять пусть будет так, как ты хочешь. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Все, иди. Удачной работе, господин Осман. Спасибо, госпожа Зуха. Отец, ты это забыл. Спасибо, дочь. С Богом. Что это с тобой? Откуда ты утром в таком виде приходишь? Вы же говорили, она болеет. Я... Молчи! Иди. Иди. Да, мама. Алло, Бахар. Ну что, Бахар, ты передала мою посылку? Да, мама, передала. Не волнуйся, у тебя как дела? Как там Кадер? Она все еще зла? Нормально, нормально. Она ушла на учебу. Бахар, знаешь, что я тебе скажу? Ты после работы не задерживайся. Приходи, мы к Мелек пойдем. У нее операция была, а мы ее так и не проведали. Мама, сегодня Кемаль должен был прийти. А, вот как. Помнишь, я говорила, он для сада кое-что принесет. А, да, да, вспомнила, вспомнила. А, ну ладно, потом сходим. Я задерживать тебя не буду, удачной работы тебе. Ладно, мама, спасибо, увидимся. Я не спрашиваю, где ты была. Не буду спрашивать. Потому что меня это не волнует. Но вот что ты должна знать. Я никогда не допускал такого поведения со стороны моих детей. Никогда не допущу. Дядя Усман. Возьми за свое поведение. Приведи себя в порядок. Пока ты живешь в этом доме, ты будешь жить по моим правилам. Ты будешь уважительно относиться к этой семье. Ты будешь знать свое место. Я... Я не позволил тебе понять, что у тебя нет ни папы, ни мамы. Я не разлучал тебя со своими детьми. И ты будешь относиться ко мне соответствующе. Господин Усман, ну хватит. Она все поняла. Я извиняюсь. Она захотела на улицу выйти, я ей разрешила. На улицу в пижаме выходит, госпожа Зухра? Господин Усман, тише. Я увидел все, что нужно было. А теперь слушай меня внимательно. Эта девушка, пока живет в моем доме, будет о каждом своем шаге докладывать и просить разрешения, поняла? Господин Усман, она услышит. Ну и пусть услышит. Может, тогда хоть придет в себя. Здесь каждый будет знать свое место. Это ты ее избаловала, посмотри. Ради бога, господин Усман. Надо ее поставить на место, это точно. Немедленно нужно найти ей мужа. Чтобы она была подальше от жены, и от них нет к Ямале. Поженим ее и пусть идет отсюда. Да, завтра день рождения. Нет, будет немного людей. Запишите? Жду. Извини, мне выйти? Да, это для Фариды. Было бы хорошо, если бы это был тот же стол. И торт особенный сделайте. Спасибо. Для нового проекта чертежи готовы. Хорошо. Узнав, что это для отеля, я немножко растерялась, но потом собралась. Все чертежи здесь. Если мы сегодня их рассмотрим, все закончим. Сегодня? Да, сегодня. Я знаю этот одеколон. Мой бывший парень пользовался им. Отец сейчас очень сильно беспокоится о деле Сидем. Это дело пока отложим. Ну, давай, братишка. Вот, посчитай. Как говорится, доверяй, но проверяй. Все окей, Бора. Окей, окей. Удачи вам. Удачи. Алло. Деньги готовы. Приходите и забирайте. Алло. Отлично. Значит, он сообщил, что деньги готовы, да? Хорошо, остальное уже за мной. А сейчас самое время нам встретиться, господин Селим. Ой, Таюка была замечательная, да, любимый? Я только о ней и думаю. И мне она очень подошла. Давай вечером пойдем и купим ее тогда. Хорошо, посмотрим. Музыка. 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 Кто звонил? Берат. Почему не ответил? Я же сейчас за рулем. Потом перезвоню ему. Ну что ты сделал, Кемаль, а? Ты обожглась? Что случилось? Нет, я пью холодный кофе, ты знаешь, но у меня все платье испачкалось. Ладно, вытрем, все пройдет. Не пройдет, мы возвращаемся. В торговый центр? Ну не надо хандан. Это же надолго. К тому же мы к Мелис едем. Зачем это? Никогда. Никогда я к Мелис в таком виде не поеду. Стой, стой, стой. Припаркуйся, здесь какой-то магазин есть. Хотя бы там что-нибудь прикупим. О, здравствуйте. Не срочно нужно купить себе платье. Хорошо, проходите. Фарида. Ты не помнишь, что ли? Отец этот со мной так обходился. Когда ему было скучно, он ко всему прикапывался. Нет, сестра Илдес. Все, что он говорит, он ведь прав. Он доверился мне. Открыл свой дом. Откормил, вырастил, отучил. Ну, а что делаю я? А я изменяю ему, сестра Илдес. Что это за слова такие? Что значит изменяю? Что ты плохого сделала? Ты ведь просто полюбил Дженейта. Разве есть в этом мире что-то лучше? Если бы я могла сдержать себя. Если бы я могла сказать ему нет. Но я его очень люблю, сестра Илдес. Очень. Я знаю, дорогая. А Дженейт тебя очень любит. Не расстраивайся, прошу тебя. Ваша любовь пройдет через все преграды. Все будет хорошо, не плачь. К сожалению, в плане цвета у нас выбор невелик. Но в первой версии я бы использовал гранатовый. Здравствуйте. Хорошая из вас команда получилась. Ну и как дела? Мне понравились чертежи. Отец, ты тоже посмотри. Там все цвета. Ты рядом с нами теперь живешь? Да, даже очень. Хорошо. Если будет нужна помощь, не стесняйся. Заходи. Мы всегда тебе рады. Спасибо. Я с вашей женой и дочкой уже познакомилась. А ты быстрая. Молодец. Извиняюсь. Новое сообщение от Тунча. Я соскучился. Извиняюсь. Мне нужно сделать звонок. Да, конечно. Иди и позвони. Увидимся. Вчера переехала, а сегодня на работе. Молодец. Ответственная. Я очень соскучился. Посмотри, что я тебе покажу. Ух ты. Селим попался. Отлично. Да. Теперь вся власть в наших руках. Все, что мы скажем, он сделает. Подожди. Ты что делаешь? Я соскучился. Не делайся здесь. Не делай. Не волнует. Вам подошло, госпожа? Конечно, нет. Какое противное. Какое дешевое платье. Если хотите, вот это примерьте. Нет. Ты показывала что-то такое светящее. Это? Да. Дай-ка. К нему вот эти штаны подойдут. Кемаль. Алло. Здравствуй, Бахар. Привет. Как ты, Кемаль? Нормально. Ты? Я тоже нормально. Ты больше у нас не работаешь. Ну да. Ничего. Главная остановка тоже к нам близко. Главная остановка? А, ну да. Я твое сообщение ночью видел. Поэтому и не ответил. Ничего страшного. Ты и так весь день за рулем. Это нормально. Да. Конечно. Знаешь что? Я говорил, что приду по поводу сада. Я не смогу. А, ну ладно. Я сегодня и так буду заниматься. Ничего страшного. Хорошо. Потом увидимся. Увидимся. Одно вранье за другим. Молодец, Кемаль. Молодец. Извините. Если вы закончили разговор, можете мной заняться? Да, конечно, я иду. Мне нужно на размер меньше. Хорошо. Откуда находят таких, как вы? Субтитры подогнал «Симон»? Субтитры создавал DimaTorzok